Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня такая тема, вновь криминальная. Владислав Ушаков. Молодой человек пропал 9.06.2017 года. Он был студентом и в этот день собирался на учебу из Нижней Туры в Лесной. Домой Владислав так и не вернулся. 21 сентября обнаружили останки Владислава Ушакова в районе Нижне-Туринского водохранилища. Попросили посмотреть, была ли эта смерть насильственная. Мама не верит в то, что он мог сам по себе туда уйти. Что-то с ним могло произойти. Первое. Физическая причина смерти. Внутреннее состояние на момент смерти. Считает ли кого-либо виноватым Владислав в своей смерти. Влияние окружения на трагический исход. Кто-то из людей конкретно виноват в смерти Владислава. Физическая причина смерти. Я здесь вижу насильственную смерть. Именно идет насильственная смерть. Но закрыто все какой-то тайной. Так, что это есть еще в этой информации. Кто-то активно, а кто-то активно с ним в этот момент, можно так сказать, контактировал. Здесь я вижу энергию женщины. Здесь может быть что-то связанное еще с женщиной. Но молодой человек не сам. Так, давайте посмотрим. Внутреннее состояние на момент смерти какое было. Он оказывал сопротивление. Он оказывал сопротивление. И здесь вновь идет энергия. Слушайте, я почему-то здесь вижу, что-то могло быть связано с какими-то деньгами. У меня информация идет денег. Какие-то деньги здесь. За какие-то деньги могла быть идти речь. И все равно у меня идет женская энергия. Ладно, давайте потом посмотрю еще. Считает ли кого-либо Владислав виноватый в своей смерти? Так. Считаю, что здесь не один человек. Он проявил неосторожность. Кто-то... Во-первых, я вижу, что его вывозили. Он не сам туда пришел. Конкретно, да. Конкретно есть люди, которые виноваты в его смерти. И я также могу сказать, что близкое, близкое его окружение, кто-то из людей может знать причину, но они почему-то, как всегда, молчат. Влияние окружение на трагический исход. Влияние есть что-то, как будто парень не с теми людьми связался. Не в ту какую-то компанию он попал. Вообще как-то странно. Я могу сказать, что там настолько запутанная история. Там еще и какие-то взрослые люди почему-то в этой вообще всей истории замешаны. Как-то вот как-то... Я не знаю, разберутся ли в этой вообще, во всей этой истории. Но очень запутанное дело, потому что там вообще какая-то тема очень странная. Но то, что его убили, это однозначно. Его убили. Он не сам... Он не сам умер. И он не покончил с самоубийством. Его однозначно убили. Так, я хочу посмотреть, давайте, откроется ли у меня информация, мотив преступления. Почему же все-таки убрали парня? За что его могли убрать? За что? С чем это могло быть связано? Так. Мотив преступления. Почему Владислава Ушакова? Убрали, убили. Ну, во-первых, я вижу, что его перед этим, ну, его можно так сказать, его как пытали. На самом деле убивать его не хотели. Над ним хотели поиздеваться. Понимаете? Возможно, это такая вот трагическая ситуация, трагический исход всей этой истории. Но я здесь вижу все равно, что-то могло быть связано с какой-то женщиной, девушкой. Потому что парню на тот момент было 21 год. Как будто ему что-то предлагают, а он от этого отказывается. Так, вопрос конкретный. Был ли здесь замешан какой-то любовный, может быть, треугольник, может быть, это был ревнивец, может быть, это как-то было связано с девушкой. Здесь все в совокупности. Я могу так сказать. Здесь не только была замешана девушка. Здесь было еще что-то, помимо девушки. Какая-то, какая-то история. Вот с чем-то это, может быть, с какими-то препаратами. Эта история могла быть связана. Но его как будто, вот знаете, его как будто выловили. Его хотели, его не хотели на самом деле убивать. Это получилось-то, ну, такая трагическая случайность. Но то, что его близкое окружение знает, что что-то... Конкретно они могут что-то знать. Так, спрошу сейчас, будет вообще как-то... Будет полиция вмешиваться в это расследование серьезно или нет? Нужно действовать. Если мать, ну, как сказать, она поднимет общественность, может быть, куда-то напишет, может быть, кому-то обратится. Но то, что в итоге поймут, что смерть была насильственной, это однозначно. Хотя доказать сейчас, спустя шесть лет, это будет очень сложно. По останкам определить, была ли это смерть насильственной или нет. Вот, понимаете? Ну, в общем, как-то вот так. Куда-то парень влез, с кем-то не с тем он связался. Однозначно здесь замечена еще какая-то девушка. Здесь, как минимум, в этой, во всей истории участвуют пять человек. Это как минимум. Но конкретно трое знают, понимаете, трое знают, что произошло на самом деле. А вот. Но я еще раз говорю, убивать его не хотели. Это просто было как издевательство. Решили над ним поиздеваться. Но здесь, помимо девушки, любого нового треугольника, здесь какая-то история еще всплывает, понимаете? Что-то было это... Но я не хочу озвучивать, как сказать. Потому что здесь уже надо индивидуально разбираться. Это такая тема очень щепетильная. Тем более для родных и близких. А может быть, это и никому и не надо. Это правда, которую я здесь сейчас буду озвучивать. Если у вас к данному раскладу есть комментарии, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok